Выпил алкоголь, сидел на остановке, немножко начал отключаться. Отключился и получил обморожение обеих кистей. Сегодня мужчина, назовем его Сергей, пациент Краевого центра термических поражений. На днях его экстренно доставили туда по скорой помощи. Такая ситуация получилась. Так что люди не советовали мне пить никакого алкоголя, чтобы мы в зимний период сейчас такие серьезные холода. Пациенты с обморожением или с подозрением на патологию начали поступать в отделение 7 ноября после старта первых морозов в Барнауле. Меньше чем за месяц за медицинской помощью обратилось больше 20 человек. На сегодняшний день к нам обратилось 23 человека. Из них 8 человек находятся в стационаре. И как правило 90% обращения в наше учреждение с холодовой травмой связано с употреблением алкогольных напитков. Как правило первыми от обморожения страдают верхние и нижние конечности – кисти и стопы. Меры профилактики холодовых травм просты. Многослойная одежда, теплая непромокаемая обувь. А если в мороз намечается дальняя поездка на машине, стоит захватить запасной комплект одежды и спички, чтобы была возможность развести огонь и согреться. Если все-таки случилось так, что человек получил данную виду травму, то есть холодовую, что необходимо сделать? Пострадавшего необходимо эвакуировать в теплое помещение, далее отдать теплое, но не горячее питье, чтобы было медленное согревание, сделать теплоизолирующую повязку на поврежденные участки тела. При обморожении ни в коем случае нельзя растирать поврежденный участок тела. Это может привести к некрозу тканей, поясняют врачи. Предельную осторожность при низких температурах нужно соблюдать людям с хроническими заболеваниями, пожилым и детям, у которых в силу возраста недостаточно развита система терморегуляции. Последним советуют защищать открытые участки тела. Как правило, чаще всего у них мерзнет лицо. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком.